Без них самолет не взлетит и не сядет. Мы в Саратовском аэропорту на территории авиационной метеостанции. Специалисты снимают показания приборов каждый час в любую погоду. Температура, влажность, давление, видимость и нижняя граница облаков. Без этой информации пилотам в небе туго. Когда хорошая погода, конечно, можно и особо не напрягаться. А вот когда плохая, здесь просто-напросто с приборов глаз не оторвешь. Особенно если самолет где-то в районе аэродрома кружит, ему нужно съесть или там взлететь. Они все время смотрят за приборами. Мы чаще других смотрим на небо. Обучают метеорологов здесь, в классическом университете. Каждый год выпускают два десятка специалистов. И все находят работу. Романтики уезжают на крайний север, практики остаются в городах. Этим студентам, например, недавно предложили пойти в армию и работать военными метеорологами. Метеоролог, он такой штучный экземпляр. Потому что, когда ты делаешь прогноз, есть доля человеческого фактора. То есть два одних и тех же человека, имеющие один и тот же набор данных, могут немножко иметь разные представления о каких-то конкретных нюансах. Иногда это опыт, иногда это знание каких-то местных особенностей. И вот эта творческая изюминка, она всегда присутствует. Она тоже студент, несмотря на опыт, почти 45 лет. Елена Филимонова – начальник аэрологической станции. По первому образованию географ. Теперь хочет стать дипломированным метеорологом. Елена Александровна руководит самой дорогой процедурой службы погоды. Два раза в день она отправляет в небо метеозонд, который измеряет температуру и силу ветра. Каждый запуск стоит около 10 тысяч рублей. Ах, черт с тобой! Лети! Пока шар поднимается в стратосферу, специалисты принимают данные. Такую же процедуру делают на всех аэрологических станциях России. Устройство может подняться на 30 километров. Где упадет прибор, никто не знает. Мы выпустили шар, он лопнул, но мы видим, что он визуально удаляется, а высота не поднимается. Оказывается, потом нам позвонил шофер, который в грузовик упал этот зонд, и, собственно, он его увез километров 60. Просматривая погоду в интернете, многие, наверное, заметили, что кое-где появилась строка «ощущается как». Многие задаются вопросом, как это метеорологи понимают, как мы ощущаем погоду. Оказывается, существует целая система, которая анализирует не только температуру, силы ветра, влажность, но и географическое положение и рельеф. Всего около 100 параметров. Расчеты ведутся для обычного физически развитого человека, среднего телосложения, одетого по погоде. Но даже эта система не идеальна. Каждый человек чувствует погоду по-своему. Роман Гальперин, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив. Роман Гальперин, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив. Роман Галперин, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив.